МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кубань вновь подтверждает звание гаранта продовольственной безопасности страны. Более того, наше зерно ждут в 80 странах мира и объемы экспорта растут. Я приглашаю вас принять участие в голосовании, которое мы объявили сегодня на сайте kuban24.tv и ответить на вопрос. Что, по вашему мнению, больше влияет на урожайность зерновых? Климатические условия, сорта пшеницы, профессионализм аграриев, техническая оснащенность. К нам можно дозвониться в студию 274 11 14, телефон прямого эфира. Можно общаться в популярных социальных сетях на наших страницах ВКонтакте и Фейсбуке. Ватсап номер 8-918-126-300. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы экспертам, и будем обсуждать эту тему вместе. Вот один из самых, может быть, страшных штампов для журналиста, когда он спрашивает, ну скажем, у передовика, в чем секрет успеха? Вот, собственно, в такой роли я сегодня оказываюсь, и вопрос не праздный, потому что мне на самом деле интересно, в чем же секрет успеха, что не год, то рекорд. И сейчас более чем на 700 тысяч тонн в этом году произведено зерна больше, чем в прошлом. Интересно. Ну, вначале я приведу несколько цифр. Зерновое производство – это локомотив Кубанского агропромышленного комплекса, на который сегодня ориентируются и другие регионы страны. Доля Краснодарского края в общероссийском объеме зерновых культур – 11,2%. В Южном федеральном же округе доля кубанского зерна составляет почти половину от общего объема производства. 44,5%. Это по данным Министерства сельского хозяйства Краснодарского края. Вот такие внушительные цифры. И сейчас я попрошу их прокомментировать. Федора Ивановича Дереку, министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, который у нас в студии я приветствую. Федор Иванович, ну, в Министерстве сельского хозяйства есть, конечно, полная проанализированная информация о завершившейся жатве. С какими результатами завершилась уборка зерновых, колоссовых и зернобобовых в этом году? И как вы эти результаты оцениваете? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я, наверное, первое, с чего начну, я хотел бы от лица нашего губернатора Венимина Ивановича Кондратьева, от себя лично, поблагодарить всех аграрьев, которые принимали участие в уборочной кампании, которые принимали участие в возделании вообще наших озимых культур, заслаженную добросовестную работу. В этом году Кубань в очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции. Я хочу сказать, что Краснодарский край, Кубань, это гарант продовольственной безопасности Российской Федерации. Вы только вдумайте в цифры. Если взять наших ближайших соседей в ЮФО, Ростовскую область, у них уборочная площадь, только озимой пшеницы, 2 миллиона 800 тысяч гектаров. Они в этом году предварительно соберут почти 9 миллионов 800 тысяч гектаров. У них на 500 тысяч больше, получается, чем у нас, примерно, да? Нет, у них на миллион гектаров больше. Миллион гектаров? Да. У нас уборочная площадь только озимой пшеницы. Вообще уборочная площадь по группе зерновой колоссов и зернобобовой – 1 миллион 800. А только если говорить о озимой пшенице, то есть это та стратегическая культура, которая идет в том числе на экспорт. Полтора миллиона рублей. Полтора миллиона гектар. То есть миллион гектар – разрыв. Но по валому производству, при средней выраженности у них в Ростовской области порядка 33-34 центнеров гектара, они собирают от 9,8 миллионов тонн. И мы в этом году собрали с нашей площади на миллион гектар меньше почти 9,8 миллионов тонн. А если говорить о группе зерновой колоссовой и зернобобовой культуры, мы в этом году собрали рекордный валовый сбор по этой группе за всю историю Кубани. В 2017 году у нас был рекорд, в 2018 году, в текущем, в 2019 году, мы собрали 11 миллионов 117 тысяч тонн, правильно вы сказали, на 700 тысяч тонн, больше чем в 2018 году. И доля только зимой пшеницы 9 миллионов, почти 9,8 миллионов тонн. Я приведу несколько цифр. Вот из диаграммы, которую сейчас мои коллеги покажут, видно, как происходит рост производства зерновых и колоссовых культур в крае. Вот смотрите, в 2014 году было собрано чуть более 9 миллионов тонн зерна. А в этом году уже более 11 миллионов тонн. Что больше по сравнению с 2014 годом, на 2 миллиона, смотрите, 2 миллиона тонн. А также в этом году, как видим, хлеборобы побили рекорд прошлого года. Эту вот статистику предоставило Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Во всех публикациях, касаемо итогов жатвы, в электронных СМИ, в газетах, одна из главных составляющих вот таких успехов – это вклад науки. Вклад науки, вы неоднократно об этом говорите, и заместитель губернатора по сельскохозяйственным вопросам. Вот Михалков Алексей Владимирович, руководитель опытно-семеноводческого хозяйства «Колос», федерального центра зернового имени Лукьяненко. Я вас приветствую в студии. Вы одновременно представляете сегодня и науку, и производство. То есть и селекционная составляющая, ну и, собственно говоря, уже как аграрий в данном случае. Вот какими сортами пшеницы в этом году предпочитали пользоваться семенами, я имею в виду, аграрии края? Как выглядит это, и какой вклад, собственно говоря, науки с вашей точки зрения? Ну, я думаю, что наука это несет прямой вклад в производство, так как совмещая производство с наукой, мы имеем сегодня и результаты, о котором вы сказали. И хотелось бы отметить, что на самом деле много у нас сортов, которые сегодня в производстве, это больше 40 сортов, и каждый сорт отличается генетически друг от друга. И сельхозного аэропроизводителя, каждый из этого, который сорта есть, используется у себя в производстве, в различных районах, в зонах нашего Краснодарского края. А вклад науки непосредственно в производство, конечно, колоссальный, я считаю. Сегодня в Национальный центр зерна, во главе с академиком Романенко Александром Алексеевичем, если говорить о зимой пшенице, то речь, вообще о целом, о пшенице, речь идет непосредственно о новых сортах, которые сегодня попадают в производство. Прежде чем они попадут в производство, эти сорта проходят в отделе селекции семенового пшеницы и третикали. Серьезнейший отбор. Этот отбор заканчивается сортовой агротехникой, где в паспортизация проводится сорта. То есть сорт, прежде чем выйти на большое поле, попадает в такие условия, где его изучают досконально, зная его тонкость, его преимущества, ну и все вытекающие последствия. То есть сорт у нас сегодня с паспортом. Благодаря паспорту, который имеется, мы знаем, где его этот разместить сорт, как с него получить максимальный потенциал. Я знаю, что много у вас заказчиков и за рубежом, которые хотят получить сорта, кубанские сорта и у себя высевать, скажем, в знойной какой-то стране, либо в северной, там с высокой влажностью и так далее. А у кубанских агреев есть возможность выбрать сорт, исходя из климатических условий своей зоны. Совершенно верно. Совершенно верно. Мы каждый год, как научное учреждение, проводим у себя дни поля, семинары, где собираем сельхозтоваропроизводители, которые имеют возможность прийти и воочию посмотреть, как сорта выглядят, какие рекомендации дают ученые. Огромнейшую работу я хотел продолжить. Проводит отдел селекции семенового сопшеницы и третикали, во главе с Беспаловой Людмилой Андреевной, академикой Российской академии наук, где проводится очень тщательный отбор. И сорт, когда попадая в производство, он имеет свое место. Если, конечно, придерживается производственник рекомендаций всех, сегодня у нас есть новая сортовая политика, которую пропагандирует наш национальный центр зерна. Очень хотел бы подробнее об этом поговорить. Прежде давайте мы предоставим слово сейчас Александру Алексеевичу Романенко, директору национального центра зерна имени Лукьяненко. Александр Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Мы рады вас приветствовать. Вот вы оцениваете рекорд уборки зерновых в крае, как и свою победу тоже? Ну, если вы имеете в виду личную, то нет, это победа всего коллектива. Нет, вашего коллектива. Вашего коллектива, да. Поскольку мы шли к этим результатам довольно долгое время, и в последние годы говорят, что мы все-таки на правильном пути, и урожай уже в 6,5 до 7 тонн становится нормой, а многие хозяйства получают и 8,9 тонн с гектара. Это высоченный урожай европейского уровня, поэтому мы довольны. Вот, и довольны тем, что в основном 99,9 или 0,8 процентов площадей заняты на Кубани нашими сорта. Александр Алексеевич, ну вот, конечно же, рынок диктует условия и в том числе и в селекционной науке. Что востребовано? Над чем работаете? Вы знаете, еще несколько лет назад, когда, будем так говорить, экономика страдала, наши хозяйства были разные по уровню подготовки, мы взяли курс на создание сортов для любого типа хозяйств. Для бедных, скажем, для богатых, или для хорошего агрофона, или кто может создать весь комплекс защитных мероприятий и внесения удобрений. Это интенсивные сорта. Кто послабее, экстенсивные сорта. Но главное, чтобы был стабильный урожай. Была себестоимость, была цена наземной и возделывание озимой пшеницы. Есть и стабильный урожай, и цена, и все составляющие налицо, к счастью. Спасибо огромное. С нами на связи был Александр Алексеевич Романенко, директор национального центра зерна имени Лукьяненко. Ну, вал, конечно, рекордный. Это здорово, это приятно аграриям, да и всем нам, тем, кто живет на Кубани. Но качество, вопрос качества зерна, знаю, что иногда было количество вот такое, а по качеству аграрии сетовали. Как в этом году, Федор Иванович, как министерство оценивает эту историю? Вы знаете, обычно, когда высокий урожай, скажем так, больше пшеницы пятого, четвертого класса, ну и редко третий класс. В этом году, я говорю, из-за того, что у нас симбиоз науки и производства, сегодня мы наблюдаем то, что при рекордном урожае с каждого гектара и в целом валового сбора мы сегодня собрали 9 миллионов 743 тысячи тонн, и порядка 70% наших сельхозпроизводителей обследовали пшеницу. И сегодня 90% это пшеница второго, третьего и четвертого класса. То есть пшеница с 12,5 протеином и выше. Сегодня вы только вдумайтесь в цифру. Для хлебопекарных целей нам необходимо, чтобы обеспечить Краснодарский край и гостей 16 миллионов, которые приезжают нам на территорию нашего региона, всего лишь 300 тысяч тонн. Для внутреннего потребления в крае остается где-то полутора миллиона тонн. Это пшеница пятого класса. И сегодня действительно проблема в том, что наши сельхозпроизводители, которые занимаются животноводством, и реально пшеницы пятого класса, фуража, его просто нет. Что будем делать с этим? Ну это хорошо, к этому нужно стремиться. Мы понимаем сегодня разницу между пшеницей пятого класса и третьего класса, ну почти рубль. И это хорошо, это не есть плохо. И я хочу сказать, что именно мы сегодня, мы к 2024 году должны увеличить экспортную составляющую нашего региона в 1,7 раза. То есть довести ее до 3,8 миллиардов долларов. По итогам 2017 года у нас 2,1 миллиарда долларов мы экспортировали нашей продукции росневодства. И 80% в целом продукции сельского хозяйства. И 80% это сырье, то есть пшеница. Сегодня наша пшеница востребована как никогда и почти в 30 странах мира. Хорошо, давайте затронем техническую составляющую. Мы ведем речь о том, что успех урожая невозможен без техники. Настоящей, современной, мощной, способной достигать таких результатов. Я представлю Дениса Головко, руководителя маркетинга завода класса. Это слово никогда у меня не получалось. Маркетинга завода класса. Денис, я приветствую. Насколько востребованы у агрария в Кубани ваши комбайты? Добрый вечер. Действительно, вы правильно сказали. Мало того, что пшеницу надо в симбиозе с наукой вырастить, ее нужно еще и правильно и качественно убрать. С минимализацией потерь важно, чтобы при этом аграрии не расходовали большое количество своих собственных средств на ГСМ. И как раз-таки тот выбор, который делает сейчас аграрий, сельхоз, товаропроизводители, они голосуют рублем. Это то, что мы видим по итогам прошлого года. Порядка 40%. На 40% увеличился спрос на наши комбайны. И нам даже пришлось экстренно увеличивать производственную программу. То есть мы планировали одно количество. В итоге понимая, что спрос растет, программу увеличили. Почему это происходит? Потому что современный комбайн это сложная машина, которая для нас является тем самым необходимым инструментом, который мы должны передать аграриям, для того, чтобы достигли они тех высот в уборке. И опять же, чтобы были минимализированы потери. Мы видим сейчас, что парк машин, по данным Министерства сельского хозяйства, касательно кластера именно техники класса, он увеличился на 30-35% в этом году. Поэтому мы с гордостью считаем, что вклад нашего завода и нашей техники в этот рекордный урожай достаточно ощутим. Потому что современное сельхозпроизводство требует гораздо больших и наукоемких решений. Как складывается взаимоотношение с Министерством сельского хозяйства? И, наверное, аграрии выбирают не только класс, потому что рынок сельскохозяйственных машин мировой очень серьезный, очень обширный. Но, Федор Иванович, и к вам один вопрос. Какие движения навстречу у Министерства и вот такого предприятия мирового уровня? У нас, если можно я начну, очень хорошие и плотные взаимоотношения с Министерством сельского хозяйства, поскольку для наших аграриев наш завод является российским производителем. То есть на входе у нас лист российского металла, на выходе готовая сельхозмашина со знаком «Сделано Кубани», «Сделано в России». И, естественно, как российская сельхозтехника, она попадает под программу субсидирования, программа постановления правительства 1432. И вот в субсидировании и в заполнении документации, в постановке на учет. Вот во всей этой сложной и достаточно плотной административной работе как раз-таки роль Министерства сельского хозяйства Краснодарского края очень велика, потому что это та работа, без которой, к сожалению, мы не можем правильно заполнить и подготовить все документы, передать их, соответственно, между Министерством промышленности и торговли и Министерством сельского хозяйства. То есть здесь у нас тот симбиоз, который в итоге как раз-таки позволяет нашим аграриям пользоваться той техникой. Федор Иванович, что делает Министерство сельского хозяйства и перерабатывающая промышленность для того, чтобы в хозяйствах была такая современная техника? Какие шаги предпринимаются? Вы знаете, в этом плане мы координируем работу наших аграрий и наших заводов-производителей. Я хочу сказать, что действительно, вот как я сейчас рассказал, это действительно уникальное производство. Но что оно там дает? Нам дает короткие сжатые сроки, если говорить о зимных наших культурах, убрать за 15-20 календарных дней. Но тут нужно смотреть глубже. Я хочу сказать, что по энергообеспеченности Кубань находится на первом месте в рейтинге среди всех субъектов Российской Федерации. У нас энергообеспеченность на 100 гектар пачни 198 лошадиных сил. При среднероссийской энергообеспеченности 148 лошадиных сил. Ежегодно по итогам только 2018 года наши аграрии вложили в модернизацию машинно-тракторного парка и автопарка порядка 13 миллиардов рублей. Ежегодно мы приобретаем, наши сельхозники приобретают порядка 1200 тракторов, порядка 400 комбайнов и около 3000 сельхозмашин. Работает программа государственная, краевая, которая помогает? Конечно. И 1432. И программа Росагролизинга, и льготное кредитование. И я хочу сказать, что благодаря этим программам нельзя сказать, что на Кубани все другие субъекты думают, что палку в отне, там что угодно вырастет. Нет. Это еще раз говорю. Это слаженная работа науки и производства. Это государственная поддержка. Порядка 8,5 миллиардов рублей выделено в этом году из краевого федерального бюджета на сельское хозяйство. И, конечно же, поддержка нашего губернатора, который активно поддерживает наших аграрий. Все это, конечно, дает возможность проводить все комплексы агротехнических работ в срок и в качестве, получая такие прекрасные разговаривания. Министерство сельского хозяйства края подводит итоги по различным природно-климатическим зонам. Кто там, кто впереди, кто лучше? Правильно вы сказали. По четырем природно-климатическим зонам мы подводим, потому что нельзя, допустим, делить северную зону, где эта зона рискованная земледелие. Если говорить по северной зоне, в этом году у нас лидеры по урожайности. Это Каневской район. По центральной зоне это лидер у нас Брюховецкий район. По южно-придворной и Анапатаманской зоне это лидер Северский район. И по западной зоне лидер Красноармейский район. Я хочу сказать больше, что сегодня культура земледелия, я хочу похвалить наших фермеров, крестьянско-фермерские хозяйства, потому что они обрабатывают 1,2 млн гектар наших кубанских черноземов. И сегодня их огромный вклад, кубанский каравай, по порядку 30% они сегодня производят зерновых, зернобобовых. И уже наши крестьянско-фермерские хозяйства, они настолько энергообеспечены, настолько они активно участвуют во всех этих наших программах и в том числе работают с наукой. Что сегодня урожаи с убираемой площади, представьте, 900 гектаров, у них урожайность, например, по Василкомскому району, у них средняя урожайность по крестьянско-фермерскому хозяйству 89 центров зектара. Как на научных делянках просто, да? Нет, на научных делянках, в принципе, да. Поэтому я хочу сказать, здесь комплекс работ, комплекс мероприятий, почему мы сегодня лидеры по зерновому производству в Российской Федерации. Ну и все-таки вот тот журналистский штамп, о котором я говорил, за счет чего, за счет каких факторов происходит вот такое увеличение, рост производства зерна в крае? Техническая вооруженность, это симбиоз науки и производства, природно-климатические условия. Я хочу еще дополнить, что на территории нашего субъекта, это единственный субъект, который сохранил на своей территории все научно-исследовательские институты. Это институт Книевский, бывший центр зерна, это и ВНИИМ, это и институт РИСА. И, конечно, меры государственной поддержки, которые также активно помогают нашим аграриям развивать свое производство. Спасибо большое. Итоги жатвы 2019 сегодня мы обсуждаем с гостями студии в программе «Через край». Мы продолжим это делать буквально через несколько минут. Программа «Через край» мы продолжаем. Сегодня подводим итоги жатвы 2019 в студии практики, специалисты, руководители, которые буквально, я не знаю, образно выражаясь, заглушили комбайны после жатвы и приехали к нам в студию, чтобы рассказать, с какими результатами они ее завершили. Сергей Исеч Назаренко, директор акционерного общества «Путиловец-Юг» из Павловского района. Я с удовольствием вам предоставлю слово. Но, уважаемые гости, давайте обсудим погодные. Обычно аграрии сетуют на погоду, которая вечно мешает. Алексей Иванович Михалко телезрители уже знают, он в первой части программы участвовал. Зинченко Владимир Пантелеевич, директор ООО «Лебяжи-Чепигинская». Лучшее хозяйство по итогам 2019 года в Брюховецком районе. Что с погодой? В этом году жалуетесь на погоду или все было хорошо? Я хотел бы отметить, что погодные условия в этом году, как и каждый год, они не похожи друг на друга. В целом, если брать от посева до уборки урожая, до начала уборки, до начала налива, нас, честно сказать, погода жаловала, баловала. И мы теплую осенью получили хорошие дружные сходы. Это что касается зоны центральной нашего Краснодарского края. Конечно, везде по-разному. Ну, говорим по нашей зоне. Хорошие дружные сходы. Даже те посевы, которые были у нас посеяны в последний срок, крайний срок, скажем так, поздними, очень хорошо осенью раскустились. В период весь зимний пшеница себя отлично чувствовала. Была теплая, мягкая зима. Благодаря этому пшеница набрала великолепную массу, которая отрицательно, конечно, потом и сыграла определенную роль в осенний период. И в весенний период также мы отмечали хорошее, достаточное увлажнение, развитие растений. Но, к сожалению, немножко погода нам внесла свои сюрпризы в этом году. В период налива, как раз критический период для пшеницы, когда пшеница наливает зерно в колосе, пришли к нам суховеи, так называемые ветра с востока, которые принесли нам низкую атмосферную влажность, около 30%, что, соответственно, привело к снижению захвата зерна. Такой есть термин в науке, как захват зерна. То есть, вместо того, чтобы получить, грубо говоря, 50 грамм массы тысячи зерен, ну, в различных сортах по-разному, то в среднем где-то около 45, то есть частично было снижено. Это что касается в общем. А, конечно, если брать отдельно каждый район, конечно, каждую отдельную зону... Ну, а давайте послушаем представители разных районов. Будете ли вы, Сергей, все жаловаться на погоду? Нет, жаловаться не буду. Погода, наверное, была нашим лучшим союзником в этом году. Я даже, скажу так, наверное, ждала, пока мы закончим уборку. 8-го числа закончили, 9-го пошел дождь. Да. Да. На самом деле погодные условия сложились, я считаю, в Павловском районе хорошо, потому что получим высокий урожай, качество зерна прекрасное, натура зерна отличная. Я считаю, что погода способствовала. 61,3 центня раз в гектаре, это средний краевой показатель, а у вас какой? 74,5. 74. У вас? 76,8. Вот так. То есть вы на самом деле лучшая по урожайности хозяйства в Брюхоевском районе? Ну, итоги еще не подводили в районе, но как бы по сводке... По неофициальным данным. По неофициальным данным, да. 76,8. Поэтому, ну, погода и у нас сказалась негативно, это воздушная засуха, пострадали в основном позднеспелые сорта, это юка антонина, на которых мы немножко потеряли. Поэтому результат мог бы быть больше, и, наверное, рекорд бы по краю еще был весомее. Поэтому получилось так, как получилось. Ну, что, гневить бога, да, если все у нас вышло на самом деле хорошо, мы получили достойный результат. И, как отмечали коллеги, качество зерна великолепное. То есть пшеницы пятого класса или фуража в нашем хозяйстве, по крайней мере, нет. Уже второй год подряд такие результаты, и это много. Я вновь хочу обратиться к технической составляющей. Вот вы, руководители, три руководителя фермерских хозяйств, да. Насколько обеспечены техникой? Нужно ли фермеру иметь в собственности эту технику? Или какие-либо другие формы? Есть же специальные бригады, насколько я знаю, или, может, уже их нет, которые приехали, убрали, взяли свою часть урожая. Спасибо, до свидания, пожали руку. Так выгоднее или нужно иметь лучше свою технику, экономически целесообразнее это? Что вы по этому поводу думаете? Экономику сложно посчитать, можно сказать. Но надо говорить о том, что мы должны дать рабочие места своим людям, которые на селе, предоставить, прежде всего, им рабочие места. Отсюда комбайнеры, здесь престиж хлебороба, тоже мы должны пример и детям показывать. И я хочу отметить, что все равно наемники убирают по-другому. Они его не выращивали, они приехали хватануть и убежать. Душа не болит? Душа, я думаю, не болит. Им надо заработать. А тот, кто его вырастил, мы пшеницу выращиваем 9 месяцев, как ребенка, поэтому собрать урожай, это дорогого стоит. Это главная битва, и поэтому я считаю, мое мнение, кого-то другого нанимать, это неправильно. Сергей Алексеевич, поддержите коллегу? Ну, в принципе, да, в чем-то поддержу. Насчет рабочих мест, насчет того, чтобы, вернее, те люди, которые выращивают этот хлеб, они более бережно будут относиться и к уборке. Но мы в хозяйстве все равно приглашаем, как бы, у нас есть коллеги, которые себе хорошо зарекомендовали. У нас 12 комбайнов, но на нашу площадь, как бы, это маловато. Поэтому в течение трех лет уже мы работаем, зарекомендовали они себя с лучшей стороны. Мы довольны ими, они довольны нами. Все всех устраивает. Хорошо. Какими мерами государственной поддержки пользуются ваши хозяйства? В рамках каких программ вы работаете, в каких программах участвуете? Ну, это, наверное, больше вопрос непосредственно сельхозтоваропроизводителей. Потому что мы, как национальный центр зерна, не имеем никаких программ. Мы упываем на сами себя. Мы не являемся даже сельхозтоваропроизводителями. Поэтому наше хозяйство, которое занимается производством, полностью зависит от науки, от научной части. Ну, и, соответственно, от расчетных денег, которые мы сами зарабатываем. А вот производственников, пожалуй, мы поинтересуемся. Инвестиционные кредиты от государства под 3,5%. Есть проценты, потом еще кредиты под 1,75% для приобретения товарно-материальных ценностей. Это удобрения, семена. Ну, и субсидии за молоко. У нас животноводство присутствует в хозяйстве. Поэтому 1 рубль и 1 копейка получаем на литр молока, дотации от государства. Поэтому как бы работаем. Вот инвестиционные кредиты нами был приобретен в этом году комбайн класс тукана 580 нашего завода. Поэтому эта программа действует, работает. Но главное, чтобы был производитель российский. И как отмечалось, что класс это сделано на Кубани. Поэтому по этой программе работает. Сергей Алексеевич, как вы, по какой программе работаете? Ну, наверное, повторюсь. Есть программа действительно в крае. Это льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей. Мы пользуемся этой программой. Значит, процент 2,5-3. Кредиты делятся на инвестиционные. Это мы обновляем технику. И краткосрочные на оборотные средства. СССР, удобрения. Допустим, КРС, покупка. Тоже имеем свое молочное животноводство. Это первое. Второе, ну, это субсидирование. То есть, за полтора года, допустим, мы получили 11 миллионов субсидий. Хорошая цифра. Есть куда вложить эти деньги. Это субсидии на сданное молоко. Это субсидии на семенной материал элитный. Это несвязанная поддержка по земле. Это субсидии на приобретение племенного поголовья КРС, но только выращенного в России. Так что, программа есть. А вновь к результатам. Вот скажите, какие личные результаты у ваших комбайнеров в ваших хозяйствах? Они могут претендовать на звание чемпиона в жатве? Ну, или где-то близко подойти? Ну, я скажу, что в нашем хозяйстве на протяжении уже трех лет на комбайнах до 260 лошадиных сил. Это класс тукана. Первые 2-3 места всегда у нас. В районе. В районе, да. На краевые, ну, скажем так. А краевые, наверное, у вас? Нет, краевые мы пока тоже не дотягиваем. Коллеги по холдингу у нас зачастую выходят на первые места. А наши комбайнеры, комбайнеры, наше хозяйство представлено в двух районах. В Тимошевском и в Брюховецком. По классу своих комбайнов занимают тоже лидирующие места. Вот в этом году первые места в двух номинациях. В Тимошевском районе одно. Ну, то есть, два места только в одной номинации. Поэтому присутствуем. Ну, до края не дотягиваем немножко. Количество сельскохозяйственных предприятий, которые малых и средних, которые хотят работать вместе, кооперируются медленно, но верно растет это количество в крае. Но полемика пока продолжается. Как выгоднее одному, в одиночку, либо с кем-то кооперироваться? Как вот в зерновом секторе вы видите эту проблему? Стоит ли кооперироваться? Стоит ли с кем-то объединяться? Это вам выгодно или нет? Я думаю, это больше выгодно для мелких товаропроизводителей. Им нужно кооперироваться, им нужна логистика, им нужна инфраструктура, чтобы было где хранить зерно и не продавать его, ну, скажем так, по бросовой цене сразу с поля. То есть я считаю, что эта программа нужна для фермеров, для мелких каких-то сельхозпредприятий. Но не для крупных зернопроизводителей, Владимир Владимирович. У крупных сами формируются большие партии. Опять я повторюсь, у нас холдинговое хозяйство, представлено оно вообще в четырех районах. Поэтому четыре предприятия, даже, извиняюсь, в пяти районах. Поэтому мы формируем зерновой банк и уже, если трейдеры приходят, то они получают хороший куш. То есть кучкой зерно только в пяти местах, грубо говоря. У нас как бы кооперация есть между собой. Чем больше партий, тем можно с ценой. Хорошо, я благодарю вас. Мы сегодня подводим итоги жатвы 2019 и вернемся в студию через несколько минут. Итоги жатвы 2019 сегодня обсуждаем в программе «Через край». Итоги жатвы рекордной. Вновь рекорд в этом году поставили кубанские хлеборубы. Но в этой части программы я предлагаю вместе с гостями обсудить тему реализации, тему переработки внутри края, внутри страны, за пределами страны. То есть речь поведем и об экспорте. Но прежде всего Евгений Николаевич Чернецкий, генеральный директор Тихорецкий комбинат хлебопродуктов. Я приветствую вас в студии. Вот насколько мне известно, давайте о переработке. Вы представитель вот этого сегмента в сельском хозяйстве региона. Ваш комбинат производит более 10 видов продукции. Вот от муки, хлебобулочных изделий. И это только виды наименований. Но судя по всему их гораздо больше. Сколько вообще всего? Ну достаточно много. У нас мы в производстве используем 24-21 клейковину. Изготавливаем муку первого сорта, высшего, отруби, манка. То есть у нас достаточно большой ассортимент, который мы в будущем планируем расширять. Ну плюс у нас своя пекарня, обеспечиваем близлежащие населенные пункты хлебом. Ну предприятие большое. Как выглядит сырьевая база? Везут ближайшие районы, насколько я понимаю, да? 65% всего объема зерновых у нас завозится по Краснодарскому краю. Ну это Кубань, да? Оставшиеся это Ростов, Ставрополь, близлежащие регионы, где у нас просчитывается транспортная логистика. Вот за сутки комбинат перерабатывает 500 тонн зерна, по моим данным, да? А насколько загружено производство и есть ли возможности увеличить это количество перерабатываемых сырья? Ну возможности увеличить перерабатываемое сырье, конечно, есть. Это ведет к дополнительной потребности к финансированию, конечно. Но в текущий момент комбинат загружен на 95%. Это в среднем выше, чем по области. Ну, благодаря, конечно же, качественной продукции, которую мы производим, наша мука считается по России одной из самых лучших. Давайте сейчас мы поговорим об экспорте. Приведу несколько цифр сейчас. Вот в 2021 году на экспорт пойдет более 9 миллионов тонн зерна. На сумму без малого 2 миллиарда долларов. А уже в 2024 году свыше 11 миллионов тонн будет экспортировано на более чем 2 миллиарда долларов США. Вот такие цифры, которые я попрошу прокомментировать Романа Сергеевича Воротникова, директора Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края. Я приветствую вас в студии. Вот расскажите об интересе зарубежных партнеров к кубанскому зерну. Ну, наше зерно достаточно популярно и было ранее. Начиная с этого года, я думаю, что перспективы поставок за рубеж будут только увеличиваться. Это связано и с увеличением качества нашего зерна. То есть, растет в процент протеина. То есть, от этого зависит в том числе и цена. Плюс категорирование по классам. То есть, у нас достаточно высококлассное сырье. Если говорить о тех цифрах, которые вы упомянули, в последние три года идет рост объемов экспорта данной культуры. Особенно в 2018 году по сравнению с 2017. По 2019 году пока сложно строить прогнозы. Но я думаю, что это будет явно не меньше, чем в 2018 году. Потому что объемы сборов уже мы видим, что достаточно большие. Практически вровень с предыдущим годом. Хотя еще не полностью все закончено. Но вот что касается года предыдущего. Несколько цифр вновь приведу. Экспорт зерна Краснодарским краем в 2018 году. Основным продуктом в экспортных поставках является зерно. Край один из лидеров по его экспорту. За 2018 год экспорт зерна составил 10 миллионов тонн или 2 миллиарда долларов США. Страны экспорта более 80. Отмечается положительная динамика расширения рынков сбыта. Наиболее крупными импортерами являются такие страны, как Турция, Египет, Бангладеш, Вьетнам, Йемен, Израиль, Индонезия, Камерун и Южная Корея. Какие еще крупные экспортеры, партнеры у наших аграриев и как построена работа вашего центра? Из чего она состоит? Ваши главные задачи и функции? Если мы сейчас конкретно говорим по зерну, то здесь нужно понимать, кто будет получателем нашей поддержки. Мы как центр поддержки экспорта оказываем поддержку любым экспортерам, вне зависимости от того, будь то пищевая промышленность, зерно, деревообработка, металлы. Для начала нужно провести анализ той компании, чтобы понимать, относится ли она, например, к малому и среднему предпринимательству. Потому что у нас зачастую компании, которые занимаются экспортом зерна, они выходят за малые и средние предпринимательства и становятся крупными. И не всегда сам производитель зерна хочет, готов и вообще в принципе экспортирует. То есть иногда проще отдать это на субподряд каким-то трейдерам, например. Если говорить о мерах поддержки, то в первую очередь у нас есть и образовательный проект, где мы можем обучить компанию, если она все-таки решила самостоятельно экспортировать, будучи малым и средним предприятием, обучить как-то делать от самых первичных шагов до конкретных переговоров, оформлению и так далее. Ну и конечно же у нас есть целевые мероприятия, помимо различных переводов информационно-презентационных материалов, сайтов и так далее. Самое важное это, конечно же, встречи с зарубежными партнерами. Это либо в рамках приемов делегаций, которые мы организуем, например, 26 числа у нас уже приезжает китайская делегация, первая в этом году, в том числе их интересует и пищевая промышленность Краснодарского края. Так и, конечно же, самые важные целевые мероприятия это зарубежные выставки и бизнес-миссии. В том числе у нас в этом году запланированы выставки в таких странах, как Египет, который является крупнейшим партнером по экспорту в сфере зерна в Вьетнам. Вот вы упомянули, тоже будет выставка пищевой направленности. Помимо этого у нас в ближайшее время будет мероприятие в Австрии, буквально уже в начале сентября. Это сельскохозяйственная выставка. Здесь мы достаточно плотно работаем и с нашими органами власти, в частности, с Министерством сельского хозяйства. Соответственно, компания едет за рубеж, представляет свою продукцию, имеет возможность там познакомиться с новым партнером, укрепить связи с действующим партнером, ну и расширять свои рынки сбыта. А вот потенциал Краснодарского края и, собственно говоря, те объемы зерна, которые идут на экспорт, высоко довольно оценил Дмитрий Медведев, представитель правительства. Буквально за несколько часов до нашего эфира состоялось совещание, где прозвучала вот эта оценка. Я с ней согласен абсолютно. Я тоже, я тоже. Евгений Николаевич, но давайте поговорим о качестве с вами. То есть я знаю, что у вас на предприятии есть своя лаборатория, да, собственно, которая определяет качество зерна. Мы сегодня говорили о том, что в этом году, то есть дали оценку качеству зерна урожая этого года. Какова оценка ваших специалистов? Насколько это зерно по своему качеству устраивает вас как переработчика? Ну, в этом году достаточно хороший урожай, и около 60% это зерно третьего класса, ну, согласно статистике. Третий класс это хорошая пшеница, это именно обладающая высокими макомольными свойствами. Краснодарское зерно, оно не только ценится в других странах, как вы сказали правильно, но и является частью качественной муки, то есть только из хорошего качественного зерна можно произвести хорошую качественную муку. Если сравнивать муку у производителей по России, да, то у нас есть заказы в Санкт-Петербург, Мурманск. Наша мука экспортируется в ряд стран. Мы начинаем работать также с Китаем, надеюсь, также с помощью вас вы поможете. То есть у нас претензий к качеству зерна нету. Мы обеспечены объемами, мы считаем, что тройка-четвертка в этом году... Кстати говоря, Ран Сергеевич, а как вы работаете больше с теми, кто выращивает зерно, или с предприятиями перерабатывающими, ведь готовую продукцию можно продать дороже, выгоднее, и заинтересованы все? Зерно это сырье просто? Естественно, государство больше заинтересовано в экспорте переработанной продукции, чем в экспорте просто сырья. Это и создание рабочих мест, и добавленная стоимость, много других факторов. Поэтому здесь нужно понимать, малая, средняя или крупная компания. Если говорить о непосредственно производителях, то мы можем помочь, в принципе, как с экспортом самого сырья. Но нам бы больше, конечно, хотелось помогать с экспортом уже готовой продукции из нашего кубанского сырья, будь то какие-то хлебные, хлебополочные изделия, или какие-то другие пищевые продукты, кондитерские изделия. Ну, то есть в практике экспорта готовой продукции пока нет? На самом деле есть. Очень много экспортирует Краснодарский край и готовые продукции. Это и кондитерские изделия, это и та же мука, например. Естественно, это в гораздо меньших объемах, чем экспорт самого зерна. Если смотреть, сравнивая два, скажем так, показателя. Но, тем не менее, есть все шансы для развития. У нас есть достаточно большие производственные мощности в Краснодарском крае. Поэтому, если это грамотно поддерживать, стимулировать, я думаю, что у нас есть все шансы выйти на зарубежный рынок не только с сырьем, не только с зерном, но и с уже готовой продукцией. То есть мука – главный объект внимания зарубежных партнеров. Пока макароны в Италию мы не отправляем на экспорт. Я надеюсь, придет время, когда наши макароны будут не менее известны, чем итальянские. Вот по вашим наблюдениям, какова тенденция, как меняются объемы экспортируемого зерна? Вы давно на этом рынке? Ну, если смотреть по статистике, то последние три года есть стабильный рост. Он небольшой, но в 2018 год, в принципе, достаточный рост. По 2019 году, судя по тем данным по урожаю, я думаю, будет также аналогичный рост. Минимум, я думаю, процентов в 10, может быть, даже больше. Но здесь, опять-таки, все зависит еще от конъюнктуры рынка. То есть объем экспорта учитывается в стоимостном выражении. Поэтому нужно будет понимать, какая будет цена. То есть цена образования на зерно. Евгений Николаевич, вернемся к использованию сырья местными производителями. Планируете ли вы расширять ассортимент, если мы говорим о качественном зерне, о качественной муке? То, наверное, есть в планах, а этого не может не быть у серьезного переработчика. Какие-то новые виды продукции, скажем, мучной? Мучной, если говорить о продукции пекарни, то да, мы постоянно испытываем новые рецепты. Мы постоянно тестируем, что пойдет, пробуем, что-то у нас получается, что-то нет. Но это как часть любого процесса. Что касается производства муки, мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. Как производство витаминизированной муки, она достаточно популярная, так же, как на экспорте. Плюс это цельнозерновая мука. Ну, все это, об этом, обо всем рано пока говорить. Необходимо посчитать, посмотреть, проанализировать рынок, подготовить маркетинговые исследования. Только после этого принимать какие-то решения. Те приверженцы здорового образа жизни, скажем, какие-то блюда из ячменя или еще какие-то нетрадиционные, в общем-то. А вы работаете и перерабатываете только пшеницу или какие-то еще другие? Только пшеницу. Ну, я думаю, что есть в планах и вы обращаете внимание и на другие культуры в том числе. Ну, конечно, мы анализируем рынок и смотрим, где интересно было приложить бы свои усилия. Не могу не задать еще один вопрос, который довольно часто звучит, но вот в преломлении нашего региона все-таки выгоднее продавать пшеницу, зерно за рубеж или на внутреннем рынке? По вашим наблюдениям. Вы знаете, на этот вопрос тяжело так сразу ответить. Есть целая конъюнктура рынка, которая образуется посредством спроса и предложения. Это зависит от того, какие были урожаи не только, скажем так, на юге, не только в Российской Федерации. То есть нужно понимать, какое предложение есть на международном рынке. Здесь нужно понимать, что выгодно продавать и внутри страны, так и за рубежом. Нет смысла хранить все зерно в Российской Федерации. Нет такой потребности просто. То есть можно зарабатывать и на экспорте. Но если говорить конкретно по 2019 году, то нужно дождаться сбора урожая по всей России. Пока что только Юг заканчивает уборную кампанию. Тогда уже можно будет говорить о конкретных ценах, которые будут формироваться на международном рынке. Я хотел бы вместе с вами обсудить итоги голосования. Мы спросили у телезрителей. Сегодня на сайте kuban24.tv в течение дня это голосование проходило. Что больше влияет на урожайность зерновых? Ну так вот, мнение, суждение. Потому что я понимаю, что наша аудитория, наверное, по большей части это специалисты. Край аграрные специалисты этой сферы. Так или иначе люди заинтересованы. Вот профессионализм аграриев считают 34, чуть более 34%. Именно профессионализм. Климатическим условиям отдают предпочтение 27,27. Техническая оснащенность 22,73%. Из сорта пшеницы 15,91%. Вы бы проголосовали за какую позицию? Вы знаете, ну в принципе, они все по-своему правы. То есть, здесь играет роль, естественно, и качество продукта, и техническая оснащенность уборки. И, естественно, качество... Я благодарю вас за участие в программе. И в программе «Через край» сегодня мы обсудили итоги жатвы 2019. Убедились, что зерновые рекорды – итог работы и хлеборобов, и ученых-селекционеров, стараний менеджеров и создателей современной техники, благоприятные погоды в том числе. Всем от души спасибо за ароматную краюху кубанского хлеба. С победой! Субтитры создавал DimaTorzok